Только в декабре даем скидку 5% на готовые квартиры в ЖК «Олимп». А для Госадомтехнадзора и торгового отдела муниципалитета сейчас горячее время. В предновогоднюю неделю на рынке ажиотаж, а значит увеличивается риск нарваться на некачественный товар. Уже есть информация о том, что в подмосковном регионе на прилавках появилась поддельная красная икра, а также особое внимание к сладким подаркам. Так что обращайте внимание на сроки годности и законность торговли. А местные инспекторы надзорной службы сегодня проверяли елочные базары. В рейд вышли Госадомтехнадзор, сектор потребительского рынка и МЧС. Валентина Мордовина продолжит. В нашем городе около десятка точек продажи зеленых красавиц. Из года в год они стали уже традиционными. Основные у центрального рынка Бородинского сада на вокзале и Советской площади. Цены не каждый выставляет сам. Например, у Ледового дворца просят 850 рублей за сосенку, тысячу за елочку. Но межведомственную комиссию больше интересуют документы на торговую деятельность. Продавца Александра при себе лишь копия права на индивидуальное предпринимательство. Других документов хозяйка не оставила. Я просто продавец, мне попросили помочь, я помогаю. Больше я ни во что не вникал. Продавца обязуют закрыть елочный базар, а хозяина привезти в полицию весь пакет документов. Только тогда он сможет продолжить торговлю. У каждого индивидуального предпринимателя, который учитывает торговые деятельности с продажей елками, должны быть соответствующие документы. Это документы, подтверждающие, что он индивидуальный предприниматель. Документы, подтверждающие, откуда прибыли деревья, где они их приобрели, то есть товар транспортная и накладная. И договор аренды земельного участка, где они исцеляют продажу данными елями. На центральном рынке елками торгуют уже неделю. В день уходит по 6-7 новогодних деревьев. И это пока, говорит продавец, ведь основная клиентура подтянется в канун праздника. Только покупка может оказаться котом в мешке. Ни сертификата на деревья, ни разрешения на торговлю здесь нет. И даже личных документов продавец предоставить не смог. Поэтому торговцы забирают в участок, поясняют правоохранители хозяину по телефону. А мы сейчас его заберем. Я не знаю, у него документов с собой нет. Мы сейчас его заберем в отдел для установления личности. В обоих случаях полиция проведет проверку. Если предприниматели не предоставят необходимые документы, им грозит штраф до 15 тысяч рублей. А рейды продолжатся до 31 декабря. Валентина Мордовина, Максим Максимов, Дмитрий Кириллов. Новости дня.